Из теоремы Ленковского-Хасса, которую мы только что доказали, очень легко получить критерий того, какие числа представимы, а какие не представимы в виде суммы трех квадратов. Лежанта в 1798 году доказал вот такую теорему. Если число n имеет вид 4 в степени a умножить на 8k плюс r, то оно представимо, где у нас r, это число вида 1, 2, 3, 5, 6 или 7, то оно представимо тогда и только тогда, когда r не равно 7. То есть смотрите, какая идея. Когда мы берем любое натуральное число, оказывается, можно вынести из него максимальную возможную степень числа 4. После этого, если у вас окажется число, которое дает остаток 7 при делении на 8, то непредстоимо. Между прочим, без всяких периодических чисел, этот факт очень часто в школе рассматривают, когда учат делимость. Это очень легко. Представьте себе, что у нас есть сумма квадратов, и она равна вот этому числу, где r равно 7. rx квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат, ну, если это 4 в какой-то степени, умножить на 8k плюс 7. Давайте смотрим. Может ли так быть, что среди чисел x, y, z, если а больше 0, есть какое-нибудь нечетное число? Ну, конечно, нет. Потому что, если у нас есть нечетное число, то оно в квадрате дает остаток 1 при делении на 8. Поэтому, если вот здесь у нас делится на 4, а здесь есть где-нибудь единица, то невозможно подобрать y, z, потому что 1 плюс 1 на 4 не делится. Значит, если а больше 0, то числа x, y, z обязаны делиться на 2. Замечай, так поделим, то есть обозначим 2 на что-то, 2 на что-то, 2 на что-то. Поделим на 4 части. И ранее или поздно приведем к тому, что никакого 4 стерпня здесь не будет. А будет просто 8k плюс 7. Так вот, опять, если помните, что квадрат для деления на 8 дает в остатке 0, 1 или 4, то обнаружим, что семерку из этих чисел можно делать 0, 1, 4, 0, 1, 4. Семерку не получится. Так что часть этой теоремы не требует никаких поэтических чисел. А вот доказать, что все числа, там, где r не равно, все непредставимы, для этого абсолютно естественно использовать поэтические числа и эти аремонты Минкрусского Ахаса. Давайте, как у нас по-науке положено рассмотреть форму от 4 переменных и задать себе вопрос, представляет ли она 0 в рациональных числах. Обратите внимание, у нас теоремы Минкрусского Ахаса о рациональных. Поэтому сейчас я не имею права требовать, чтобы из этих целей были целы, это рациональные числа. Ну, в вещественных числах, конечно, представляет, потому что это неправильное число, это отрицательное. В поэтических числах, где p нечерстное число, конечно, оно уже представляет, просто потому, что вот уже даже x квадрат плюс 3 квадрат плюс z квадрат представляет. А теперь надо рассмотреть два случая. Смотрим вот на такую квадратичную форму и обнаруживаем, что в два агических числах она не представляет. Ну, фактически это вот такое же рассуждение. Вы просто смотрите, что невозможно подобрать x, y, z, чтобы среди них были хотя бы одно и нечеркное число, и чтобы это делилось бы на 8. А вот если r не равно 7, то наоборот, очевидно, представляет. Ну, например, если r равно 1, возьмите x равно 1, y равно 0, z равно 0, t равно 1. Вот у вас уже получилось делимость на 8 и дальше я ему об отъеме. Для 2 возьмите x, y равно 1, z равно 0, t. В общем, абсолютно очевидно, что здесь у нас все хорошо. И поэтому по теореме Гоузского-Хассе в рациональных числах вот такое уравнение имеет решение во всех ситуациях, когда r не относится. значит, мы должны теперь, для доказательства теоремы Гоузского-Хассе научиться переходить от рациональных x, y, z к целому. То есть, вот смотрите, мы придумали такие числа, вот по теореме Гоузского-Хассе они есть, рациональные числа x, y, z, n, какое-то натуральное число. Оказывается, в таком случае и для каких-то натуральных чисел, для трех суммных квадратов, тоже равна длина. Это, я думал, обли, в 1912 году. Но перед этим, может, я покажу один фокус с датами. Смотрите, Лежандра, 1798 год. В 1796 году Гаусс записывает в свой дневник вот такой, там еще было слово эврика, написано, но, бог с ним, с эврики, важно, любое правильное число, это сумма трех треугольных чисел. Если знать теорему Лежандра, то доказательства в высшей степени непростой. Смотрите, берем любое натуральное число n, говорим, что 8n плюс 3 по теореме Лежандра представимы в виде суммы трех квадратов, но эти квадраты обязаны быть нечетными числами, все три, иначе просто не получится поделивости. Значит, 2а плюс 1, 2b плюс 1, 2c плюс 1, это вот те самые числа, которые в квадрат возводятся. Записываем, как положено, 4а квадрат плюс 4а плюс 1, 4b квадрат плюс 4b плюс 1, 4c квадрат плюс 4c плюс 1. Эти единички ушли, делим обе части на 8, и получаем представление числа n в виде суммы трех треугольных чисел. красивая идея, которую придумал Абрии, это 1912 год. Вот смотрите, пусть x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат это какое-то натуральное число n. x, y и z рациональные числа. Тогда для каждого из чисел x, y, z выберем ближайшее целое число. Ну, если строго говорить, такие числа А, Б, С, что x минус А, y минус Б, и z минус С по модулю каждое из этих чисел не больше 1,2. Тогда можно рассмотреть вектор, такой маленький вектор, у него все координаты по модулю не больше 1,2. x минус А, y минус Б, z минус С. Обозначим его В. Квадрат длины этого вектора не больше, чем 1,2 в квадрате плюс 1,2 в квадрате плюс 1,2 в квадрате меньше единицы. Наименьшее общее кратное знаменатель и чисел x, y и z обозначим буквой D. Ну, то есть есть такое число D, возьмем самые маленькие из таких чисел, что dx, dy и dz это целые числа. Запишем равенство x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат в терминах вот этого вектора В и вектора М составленного из числа ВС. Смотрите, что у нас тогда будет. Квадрат суммы это В в квадрате плюс 2ВМ плюс квадрат вектора М то есть какое-то целое число. Но М целое и а квадрат плюс b квадрат плюс c тоже целое вот это целое это целое значит вот это выражение это какое-то целое число. Обозначим его буквой К это нам сейчас пригодится и пока совершенно не видно зачем мы все это делали. Сделаем это для того чтобы отразить вектор x, y, z относительно вектора В Я напомню, что такое вообще отражение если у нас есть какой-то вектор В то можно рассмотреть перпендикулярную плоскость и для любого вектора сделать так разложить его вдоль В и перпендикулярную к В и компоненту которая вдоль В заставить поменять знак а перпендикулярную оставить у нас отражения были когда доказывали лему вид ну смотрите что есть отражаем вектор x, y, z относительно вектора В вектор x, z это в наших обозначениях v плюс m формула для отражения надеюсь вы ее помните надо взять вектор v плюс m вычесть из него двойный такой вектор вектор с таким коэффициентом скалярное пределье v плюс m v деленное на квадрат вектора v это даже если вы забыли формулу очень легко проверить вот представьте себе если здесь v плюс m это какой-то вектор который перпендикулярен v то тогда здесь будет 0 и с ним вообще ничего не произойдет он останется на месте если наоборот вместо этого вектора взять вектор v или кратный ему то давайте берем вектор v тогда здесь будет vv разделить на v квадрат то есть единица будет v минус 2v то есть минус v вот поэтому действительно компонента параллельная v меняет свой знак а перпендикулярная оставляет вот она наша формула при отражении длина не меняется то есть он получает вектор пусть он сложно записан но вообще-то длина его это корониза длина такая как была у вектора x y z отлично теперь переписываем v плюс m как написали здесь ну здесь переписали довольно хитро смотрите 2 умножить на v и на v записали как v в квадрате плюс v в квадрате 2mv как написали 2mv пока не очень понятно зачем это произошло хотя до завершения догадательства осталось только одно равенство смотрите вот у нас было в квадрате плюс 2mv это k это некоторое целое число поэтому вот здесь стоит целое число я его туда написал дальше v в квадрате делить на v в квадрате это единица минус v вот с этим уничтожается поэтому у нас остался век m у него между прочим целые координаты это век а век целые координаты здесь какое-то число k числительно вектор v и делить на квадрат но смотрите смотрите какая очень важная вещь тут нам очень помогает опять вот это равенство у нас если умножим на d обе части вот этого равенства то вот это число превращается в целое вот ну kd конечно целое но и vmd целое потому что при умножении v на d все карднаты получаются целые значит v2d это целое число поэтому здесь не зря написано казалось бы должно быть в квадрате потому что d это знаменация числа цели но нет на самом деле в первой степени и вот длина правда я здесь забыл написать квадрат потому что меня интересует у всех не длина длина это корень церкви а меня интересует конечно квадрат да вот в этой форме квадрата ну ничего просто нафиг в квадрате это какая-то дробь и числитель в нее меньше чем d потому что мы здесь получили вектор его длина поскольку он получил отражение вектора x y z равна по-прежнему корню z а в роли числа d уже может выступать число c а оно меньше чем d мы сделали число x y z что называется более целым сумели заменить число d на меньшее направленное число но сделав так несколько раз мы добьемся что все слагаемые станут целыми числами по-моему совершенно замечательная идея честно говоря я не понимаю почему здесь все так строго получается то есть нет формулы да конечно все прекрасно все все выписано почему что называется лексик становится лучше и лучше я не понимаю но но это так из теоремы лижандра о трех квадратах мгновенно следует теорема лагранжа о четырех квадратах ну в самом деле если нам дают какое-нибудь число вида 8n плюс 7 то мы его запишем как единица плюс 8n плюс 6 8n плюс 6 представим в виде суммы трех квадратов единица это 1 в квадрате все замечательно если нам дадут число вида 4 в какой-то степени где амбранное число умножить на 8n плюс 7 то разумеется надо просто 4 в степени а представить как квадрат числа 2 в степени а и распределить его по слагам и все мгновенно получается разумеется теорема лижандра доказывается гораздо труднее чем теорема лагранжа поэтому у нас просто из по сути более сильного утверждения конечно следует более слабое но тем не менее казалось бы ничего особенного мы не сказали когда вывели теорему лагранжа от 4 квадратов из теоремы лижандра от 3 квадратов но если чуть-чуть еще подумать то можно получить ответ на такой вопрос какие натуральные числа представимы в виде суммы 4-х ненулевых квадратов сначала одно замечание если мы берем число 8-н плюс 3 то оно не сумма двух квадратов ну просто потому что дает остаток 3 при делении на 4 точно так же 8-н плюс 6 это 2 умножить на 4-н плюс 3 ну как известно умножение на 2 не влияет на то это сумма двух квадратов или нет а 4-н плюс 3 это не сумма двух квадратов поскольку по теореме лежанка они представимы в виде суммы трех квадратов то и число 8-н плюс 3 и число 8-н плюс 6 это сумма трех положительных квадратов умножаем на 4 ну просто каждое слагаемое надо умножить на 4 получаем что 32-н плюс 12 и 32-н плюс 24 это тоже суммы трех положительных квадратов теперь давайте смотрим на левую доску там написано теорема числа непредставимые в виде суммы четырех квадратов это числа 1, 3, 5, 9, 11, 17, 29, 41 и числа вида 2 умножить на 4 в степени m 6 умножить на 4 в степени m и 14 умножить на 4 в степени m где m это целое неоприцательное число то есть множество всех представимых в виде суммы четырех положительных квадратов получается выбрасыванием из натурального ряда некоторого не очень большого конечного множества и трех геометрических прогрессий с одним и тем же знаменателем числом 4 доказать это утверждение довольно несложно хотя потребуется перебор чисел от 1 до 49 5 ну не так уж и много на самом деле для этого нужны две леммы первая лемма совсем очевидная 8n представима в виде суммы четырех положительных квадратов тогда и только тогда когда 2n представима ну имеется ввиду конечно что n натуральное число почему она очень просто если 8n это x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат плюс t квадрат то рассматривая это по модулю вы вдруг обнаруживаете что числа x, y, z и t должны делиться на 2 ну смотрите чтобы делиться на 8 у нас должны быть либо все 4 нечетных либо 2 нечетных либо 0 нечетных если все 4 нечетные тогда плохо потому что квадрат нечетного числа дает остаток 1 при делении на 8 соответственно сумма 4 квадратов даст остаток 4 при делении на 8 а у нас остаток должен быть равен 0 ну когда 2 нечетных еще хуже там будет остаток вообще 2 при делении на 4 вот ну а когда все четные это в точности и соответствует ситуации когда можно вынести четверку за скобку и получится что 8 n представима тогда и только тогда когда 2 n представима лемма вторая если n натуральное число которое не меньше чем 49 и оно при этом не делится на 8 то число n представима в виде суммы 4 положительных квадратов здесь потребуется вот использовать наше замечание что такие числа 8 n плюс 3 8 n плюс 6 32 n плюс 12 32 n плюс 24 представимы в виде суммы трех положительных квадратов и научиться из каждого числа ну про 49 в общем более-менее понятно это 1 плюс 4 в квадрате плюс 4 в квадрате плюс 4 в квадрате так вот научиться из каждого числа которое больше чем 49 вычитать какой-то квадрат получив одну из вот этих вот серий получив число вида либо 8 n плюс 3 либо 8 плюс 6 либо 32 n плюс 12 либо 32 n плюс 24 я просто выписал табличку вот смотрите на правой доске таблица берем число вида 8 n плюс 2 пишем что это 2 в квадрате плюс число 8 n минус 2 но 8 n минус 2 это число вида 8 к плюс 6 если в качестве к взять n минус 1 и так во всех остальных строчках мы каждый раз выделяем некоторый квадрат 1 разумеется не 0 а оставшаяся часть от числа имеет один из видов 8 к плюс 3 8 к плюс 6 32 к плюс 12 или 32 к плюс 24 про которые мы знаем что в виде суммы трех положительных квадратов они представимы вот проверяйте или сами посчитайте вот последние два нижние два столбца формул соответствуют вот чему в одном случае числа вида 8 n плюс 1 то есть дающий остаток 1 при делении на 8 это столбец левый из 4 формул а правый столбец из 4 формул это числа которые дают остаток 5 при делении на 8 вот собственно все у нас перебрано 1 это левый столбец из 4 формул двойка это самая верхняя строка потом идут 3 4 пятерка это правый столбец из 4 формул шестерка семерка все лемма 2 доказано а теперь все просто если число больше или равно 49 и не делится на 8 то мы доказали что оно представимо принадлежит нашему множеству м если делится на 8 и больше чем 49 тогда мы его делим на 4 потом если надо еще раз на 4 и так далее и по лемме 1 приходим внутрь множества 1 до 49 делаем наше число меньше 49 и вот чтобы доказать теорему осталось перебрать все числа от 1 до 49 и посмотреть какие из них представимы а какие не представимы если вы эту работу сделаете то получите нашу теорему по теореме Лагранжа о 4 квадратах все числа натуральные представимы в виде суммы 4 квадратов а по теореме Лежандра в виде суммы 3 квадратов непредставимо бесконечно много чисел давайте зададим себе вопрос а может быть вместо формы x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат можно взять какую-то другую и она сможет представить все натуральные числа ну в принципе конечно да x квадрат минус y квадрат плюс z квадрат как известно в виде разности квадратов представимы все нечетные числа а также все числа делящиеся на 4 если вы возьмете x квадрат минус y квадрат плюс z квадрат то все нечетные числа будут представимы когда z равно нулю уже а чтобы получить числа делящиеся на 2 можно просто взять в качестве z единицу и в виде x квадрат минус y квадрат представим любое нечетное число но давайте чуть-чуть усилим свой запрос можно ли взять положительно определенную квадратичную форму то есть такую что f от x y z больше или равно нуля для любых x y и z можно ли взять положительно определенную форму чтобы она представила все натуральные числа оказывается нет если f от x y z положительно определенная квадратичная форма определителя d то существует такое простое число p что в поле поэтических чисел ну и тем более в поле рациональных чисел число минус d нельзя получить в качестве значения формы f ну соответственно все числа которые отличаются от минус d умножением на поэтический квадрат а заметьте пожалуйста среди поэтических квадратов есть и отрицательные числа поэтому отрицательные с точки зрения рациональных числа поэтому мы получаем сразу бесконечно много натуральных чисел непредставимых формой f причем непредставимых не только когда x y z целое но и когда x y z любые рациональные как это доказать а для нас это вообще теперь очевидное утверждение после того как мы знаем свойства символа гильберта для нас это абсолютно очевидное утверждение смотрите рассмотрим любое простое число p если минус d является в поле периодических чисел значением квадратичной формы то эту квадратичную форму можно привести к виду минус dx квадрат плюс какая-то форма от двух переменных заметьте определитель этой самой формы от двух переменных должен быть квадратом со знаком минус потому что у всей формы определитель был d а мы в качестве коэффициента x квадрат написали минус d значит у формы из оставшихся двух переменных определитель с точностью умножения на квадрат должен быть минус единицей вот такая форма в диагональном виде это а y квадрат минус az квадрат ну если угодно даже просто y квадрат минус z квадрат потому что вы помните что все такие формы они эквивалентны друг дружке даже это не так интересно важно что она представляет нуль форма минус dx квадрат плюс y квадрат минус z квадрат нетривиально представляет нуль заметьте мы взяли любое простое число p и получается что если число минус d представимо то наша квадратичная форма f над этим полем поэтических чисел представляет нуль это для любого простого числа p но мы помним свойства символа гильберта произведение символов гильберта по всем простым включая минус единицу должно равняться единице если по всем простым кроме минус единицы у нас символ равняется единице форма представляет нуль то она обязана представлять нуль и над полем вещественных чисел то есть уравнение минус d равно f от a b c должно иметь решение в вещественных числах a b c но форма у нас положительно определенная а у нее значит определитель d больше нуля значит минус d меньше нуля такого не бывает все теоремент оказывает заметьте до чего это легко всего лишь свойства произведения